Сняв картину «Ненависть» и «Забудь слово смерть», мне позвонил Роберт Мирский с Минска, с Бреста вернее, и сказал, что вот где-то у него сценарий «Хлеб, золото, нога». На этот сценарий тоже 20-е годы. Меня заинтересовала тема, я взял и начал снимать, не знаю. Чем вас заинтересовала тема? Тема тема, что в картине есть герой. В картине есть герой, который может подражать. Потому что есть в картине герой, мне неинтересно работать над картиной. А здесь есть герой, его играет Борисов. Есть антигерой, его играет Марсевич, главарь банды. Вот эти два характера я поставил, мне стало интересно работать над картиной. Я сделал картину. То есть фильм – это конфликт между двумя героями? Ну да, это с одной стороны Борисов играет красного командира, с другой стороны – главарь банды, которую играет Эдик Марсевич. А если вы помните, задача в том, что они везут золото. В детдом. А что больше выполнилось в процессе съемки? А много интересного было, во-первых, то, что там очень интересная была работа с каскадерами. Это у меня была постоянная группа – Филатов, Корытин, Сысоев. Это один из первых каскадеров, когда мы тогда еще начали снимать «Боевики» и «Приключинское кино». Это очень самотерзные ребята, и мне было с ними настолько интересно, что я сделал с ними картину 5-6. Это потрясающие ребята. Вот мне было интересно, запомнилось, что очень трудно найти натуру сегодня под 20-е годы. Вот очень сложно. И мы для этого поехали, значит, под Кищенев, там маленький городок. И там сняли всю картину. Мы ее сняли очень быстро, потому что на дворе была осень, и времени было очень мало, очень ограниченное время у нас было. Мы сняли ее за 23 дня, всю картину. Ну, потом было звучание, монтаж. Ну, снимали мы очень быстро. Дело в том, что у меня был оператор, Мочильский такой оператор. Мы сняли полезных мне, наверное, метров 400-500. Потом мне начали общий язык с оператором, потому что камера была все время статичная, а мне это не устраивало. И я позвонил на студию Горького и попросил заменить оператора. И приехал тогда, я считаю, великий оператор Слава Егоров. К сожалению, его нет, он не умер. Вот это оператор, с которым мне было очень легко и очень комфортно. Человек, который понимал меня с полуслова, и у меня камера, как сказать, ожила. И я помню, первый материал, когда мы смотрели, отснят уже оператором Славой Егоровым, вся съемочная группа была в дикой восторге, потому что наконец мы увидели то, что мы хотим. А с этим оператором медленно снимать нельзя. Я не очень спокойный, но он вообще бешеный был. И мы быстро сняли картину очень. Поэтому мне везет все время на съемочной площадке, у меня всегда очень хорошая группа. Очень. И мы работаем очень сплоченным коллективом. У нас нет перерывов, нет там, никто не устает. Потому что все заинтересованы, все с радостью идут на площадку. И мне в этом очень везет. Я где-то читала, что каскадеры, которые выполняли трюки, они выполняли их играючи, но при этом это были очень сложные трюки. Они сложнейшие. Да, у меня там, да, вот это интересно, потому что, как работают, вот я знаком с американскими каскадерами, они, трюк готовится очень долго. Целые институты работают над этим трюком, целые институты, это долго очень, платят бешеные деньги. И приехали наши ребята, вот эти, Сысоев, Корытин, Филатов, в телогрейке, в килизовом сапогах. И они без всякой подготовки, потому что они, они живут этим. И чем сложнее трюк, тем им интереснее. Я помню, на площадке были, вот, приехали иностранцы, они были в ужасе, когда на бешеной скорости лошадь прямо на шпалах, на рельсах делает подсечку. Если у них в Америке это шпалы резиновые, рельсы резиновые, и лошадь-то ученая вся. Здесь нет, но пришел человек и на полном ходу делает подсечку. Не одну, а две-три лошади сразу. Сложно было еще, а, вот что было очень. Там в одном кадре идет паровоз, и Борисов бросает, хочет остановить паровоз, этого надо остановить, бросает на шпалы машину, Мерседес, вот у Грахлого года там. И пиротехник положил взрыв-пакет под сиденье машины. И до того, как Борисов успел выскочить с машины, он взорвал взрыв-пакет. И он видел, как Борисов взлетел над машиной на метр на четыре. Я даже не помню, что было. Я пришел в себя тогда, когда, мне неудобно говорить, крепко побил этого пиротехника, потому что он был. Выпивший. Да, и на мое письмо за мир пиротехника я получил ответ со студии. Другого нету, воспитывай. Ну вот я и воспитывал, как Макаренька. Спасибо. 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 Спасибо.